Слава Богу, братья и сестры! Что человек иногда мир свой теряет, поэтому я уже как бы не буду говорить больше об этой теме, а скажу тоже о теме, которая мне кажется важной в жизни христианина. А проповедь, которой хочется сегодня поделиться, я бы назвал так, не отменяй Божью заповедь в своей жизни. Ну, уже одно название какое-то странное, да, ну естественно же мы не отменяем, ну понятно, если Бог сказал, то мы никогда это отменять не будем, это да и аминь. Но тем не менее, это была проблема в Ветхом Завете, это была проблема в Новом Завете, но и сегодня мы посмотрим, что это так или иначе нас касается. Давайте откроем Евангелие от Марка, 7 глава и ниже. Прочтем место. У Христа был такой диалог с фарисеями. Фарисеи была интересная группа людей, фарисеи. Это люди, знающие закон, знающие Ветхий Завет, люди, которые имели множество каких-то уже своих, иногда надуманных постановлений. И доходило даже до того, что эти надуманные постановления начинали иногда конфликтовать с Божьими заповедями. Интересно, что иногда человек, так как сегодня уже сказал брат Анатолий, что человек может так нарисовать себе Бога, так в своем воображении, какой Бог, что Он хочет от нас, что когда Он с реальным Богом сталкивается и с Его волей в своей жизни, то Он даже говорит, это этот дьявол восстал, это тут Бога и близко нет. Вот нечто подобное происходило в жизни фарисеев. Они, кажется, должны были быть теми, которые первые должны были показать на Христа. Не Иоанн Креститель, а именно они должны были показать и сказать, что вот въезжает в Иерусалим тот самый. Это наш царь, это наш мессия, это Он, это мы Его ждали всю жизнь. Но, к сожалению, они окажутся теми, которые будут инициировать Его распятие. Вот так вот иногда может произойти в жизни, когда наш, как сегодня звучало уже надуманный, нарисованный Бог, обросший какими-то нашими представлениями, оказывается настоящим, реальным, мало что общего имеет. Итак, прочитаем один диалог. Евангелие от Марка, 7 глава, 9 стих. Давайте с 8 стиха. Марка, 7, 8. Христос говорит, «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое подобное, другого сему подобное. И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Ну, вопрос риторический, конечно, нехорошо, когда человек отменяет заповедь Божью, выполняя какие-то суеверия, какие-то еще свои предания, какие-то надуманные свои вещи. И дальше Христос объясняет на конкретном примере. «Ибо Моисей сказал, «Почитай отца твоего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня мог пользоваться, тому уже попускайте ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте многое сему подобное». Ну, я так немножко общался с братьями, сам где-то почитал, что же, о чем вообще шла речь, что значила вот эта фраза «карван» или «дар Богу», то, чем бы ты от меня мог пользоваться, и вообще в чем был упрек Христа. Дело в том, что там произошло, уже приросло, приклеилось некое предание, что люди, евреи, даже вот им фарисеи немножко так учили следующее, что ты можешь, вот, например, все мы растем в жизни. Пока мы маленькие, мы полностью от родителей зависим, потом мы вырастаем, становимся с родителями наравне. Но когда мы становимся чуть-чуть старше 25, я думаю, нам уже надо задумываться, что мы должны заботиться о своих родителей. Так устроен мир, и, как написано в Библии, этого требует справедливость. И вот фарисеи учили следующим вещам, что вот то, что ты работаешь, зарабатываешь, планируешь отцу матери помочь, как-то им старость облегчить, ты делай по-другому. Ты возьми эти деньги и скажи, я это на храм завещаю, как большое такое пожертвование, и это будет звучать так, «Дар Богу отцу, ты скажешь, то, чем бы ты от меня мог пользоваться». И он говорит, вы такому человеку, который как бы уже пожертвовал деньги, говорите, а тебе уже, в принципе, о родителях и не стоит заботиться. Интересная вещь, да? Вот до чего может дойти человек в каких-то своих умствованиях, в каких-то своих рассуждениях, умозаключениях, что он иногда даже сам не понимает, как он из своей жизни убрал Божью заповедь. Дело в том, что вопрос почитания к родителям, я не об этом сегодня говорю, но стоит об этом сказать, это самое важное, что должен делать христианин в своей жизни после покаяния. Самое первое, человек должен примириться с Богом, признать Христа своим спасителем. И второе, человек должен очень уважительно относиться к своим родителям. Неважно, каким, верующим, неверующим, хорошим, не очень, нравятся тебе твои родители, мне, мои. Никто нас об этом не спрашивал. Никто нас об этом не спрашивал. Мы должны о них заботиться. И вот пришло такое в жизнь этих людей. То есть заповедь стала уже где-то на втором месте. Вообще, когда мы будем видеть жизнь земной Иисуса Христа, это будет конфликт. Он в субботу будет исцелять людей, а они ему говорят, а вот у нас же есть какие-то правила, у нас есть какие-то постановления. Интересно, актуальна ли эта проблема или нет? Или это закончилось во время Христа? Конечно, актуально. Если мы посмотрим на жизнь некоторых людей, которые называют себя верующими, и поговорим вообще, на чем выстроим свое христианство, иногда мы удивимся, как люди некоторые заповеди Божьи легко убрали из своей жизни. Ну, например, сегодня актуально звучит, и, наверное, стоит периодически напоминать о том, что христианин никого не убивает. И даже если у христианина появляется враг, вообще, когда говорят, вот враги, и мы от врагов защищаемся. Ну, так это же устранение Божьей заповеди. Ведь Христос сказал, что врага надо любить, если вообще такой имеется. Если у нас с тобой есть враг, то мы, конечно, должны с ним сражаться. Любовью Господа нашего Иисуса Христа он так учил. Христианин никого не убивает. Это Божья заповедь. Упразднять ее нельзя, отменять ее нельзя. Дело в том, что если человек становится на вот этот путь и начинает какими-то своими умозаключениями, какими-то другими аргументами, сегодня самая популярная такая отговорка, если можно сказать, это перевод неправильный. Наверное, все, кто тут сидит, хоть раз в жизни слышали, когда говоришь человеку по Библии какое-то место, а у тебя какая? А у меня синодальная. О, это сильнодальная. Говорит, я вот другую читал, там, знаешь, как написано правильно? Самое популярное, потому что греховная природа человека, она остается такой же. Она хочет убрать Божью заповедь из своей жизни. Вообще интересно устроен мир. Бог, он ревнитель. Бог, он ревнитель, и Бог говорит так каждому человеку. Или ты служи полностью, будь христианином на 100%, или не надо. Потому что Бог никогда не согласится с такой позицией, как написано в книге Судей, Господа они чтили, помните, и богам своим служили. Вот Бог на это никогда не пойдет. Богу надо или ты весь, или не надо играть в христианство. На что на другое сказать? Дьявол смотрит по-другому. Дьяволу совсем не обязательно, чтобы мы с тобой все целы стали какими-то сатанистами, собирались на какие-то страшные вещи, татуировок наделали на теле и открыто исповедовали, мы верим в сатану, он наш Бог. Нет. Дьявол говорит по-другому, мне надо от тебя совсем чуть-чуть, совсем немного. Почему? Потому что дьявол знает, что Богу мы с тобой нужны полностью все, все целы. И поэтому дьяволу не надо, чтобы твоя жизнь перевернулась полностью в какого-то сатаниста. Дьяволу достаточно, чтобы мы с тобой в жизни пару заповедей убрали Божьих, их не исполняли, и ему этого хватит. Потому что он знает, во-первых, мы с тобой начнем деградировать, постепенно у нас пойдет, как написано в Библии, стало у них заповедь на заповедь, правило на правило, так что они уже этот закон обросли многими своими преданиями, и постепенно заповеди Божьи ушли вообще куда-то далеко, а предания стали важнее. Иногда удивляешься, когда у верующих людей есть суеверие. Я был лично свидетелем, ехал с человеком в машине, кот черный перебегал, он так как закричит, «Эй-эй-эй, куда?» Я думал, он мне, он коту оказывается. Это христианин, верующий человек. Я удивился, но он потом, а, видно, забыл, что я рядом был. Оказывается, вот так вот может человеческое предание прорасти в жизни христианина, что и заповедь Божья. Кто-то спел такую песню, а пока наоборот, только черному коту и не везет. То есть его и шваброй, и палкой, и ведром, а он идет, но виноват, что он черный кот. Мы говорим о том, что это очень опасно, когда христианин из своей жизни постепенно убирает Божьи заповеди разными-разными аргументами. Иногда это, он говорит, ну вот смотрите, даже вот так вот это ж можно. По закону страны это же можно. Я еще жил на Украине лет 10 назад. Я был удивлен, мне тогда было всего лишь 20, и я искренне удивлялся, когда видел грешников, лукавых и подлых. Сегодня как-то не удивляешься. И вот один человек, это был взрослый мужчина, ему было 50, больше 50 лет. И он открытым текстом говорил, говорит, ты знаешь, мы с женой поженились, она забеременела. Я ей говорю, зачем нам, ну давай мы разведемся по бумагам. Мы будем жить вместе в одном доме, и ты, как мать-одиночка, будешь пособия получать. Говорит, у меня трое детей, она за всех троих пособия получала, как мать-одиночка. И он хвастается этим, что он вот так вот молодец такой вот, нашел лазейку и получил какое-то пособие. Ну, это мирской человек, какой с него спрос? Но когда иногда слышишь, что подобные вещи позволяет себе христианин, это страшно, это очень страшно. Понимаете, у христианина есть мерила, это Божий закон, это Божьи заповеди. И у некоторых, мне кажется, проблема, когда начинаются Божьи заповеди, переплетаются с законом государства, и они похожи. Ну, например, во всех странах мира убийство запрещено. Так же? Конечно. Во многих странах мира запрещено воровство. И постепенно человек начинает думать по-другому. Если запрещено убийство, ну, так значит, все остальные вещи, где закон мне разрешает, закон государственный, то я могу вот там делать, как и разрешает мне закон, тем самым заменяя заповедь Божью другими вещами, какими-то человеческими преданиями. Это опасно. Помню, как-то общался с одним человеком, и просто мы разговаривали о разных вещах, как иногда люди позволяют себе хитрить, лукавить, чтобы получить какие-то пособия, какие-то там что-то где-то, деньги. Я говорю, ну, это же лукавство, это же, ну, нечестно, так неправильно. А у него один аргумент, а по закону я ничего не нарушил. Я говорю, ну, как бы да, но это ж лукавое сердце, ну, а по закону все нормально. Я не вытерпел. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, когда христианин в приоритет своей жизни ставит земной закон любого государства, а не ставит Божий закон, это проблема. Это настоящая проблема начинается. У нас есть Божьи заповеди, у нас есть обещанные Словом, Христом слова, которые мы должны исполнять, независимо от того, что говорит мир. Мы можем сказать на это аминь? Аминь, братья и сестры? Аминь. Я думаю, мы с этим все согласны. Давайте мы откроем книгу Судей, первая глава, 28 стих. Мы сейчас посмотрим несколько примеров, как в Ветхом Завете люди пытались Богу подсказать, когда Бог давал конкретное повеление, когда Бог говорил, что и как сделать, но люди, как им казалось, были умнее, чем Бог. Итак, книга Судей 1, 28. Прочитаю место. «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их». Вот такое место. Не совсем понятно, к чему, но нужно рассказать историю, которая была перед этим. Перед этим что происходило? Когда евреи вышли из египетского рабства, из Египта, это был огромный народ, который толком воевать не умел, который был 400 лет рабами, народ, который притесняли, унижали, который делал всю грязную работу в Египте поколение в поколение. И вот они приходят в обетованную землю, в обещанную землю Богом. И Бог говорит им свой закон, что всех людей, все народы, которые там живут, их всех надо выгнать оттуда. На тот момент они не могли этого сделать. Они не умеют воевать, они не знают, они боятся. В книге Иисуса Навина мы читаем, это в 17 главе, я прочту, чтобы мы не открывали, книга Иисуса Навина, 17-12. «Сыны Монассивы не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей». То есть был момент в жизни еврейского народа, когда он не мог физически выполнить то, что Бог ему повелел, не мог физически выполнить Божью заповедь, изгнать все эти народы. Но наступает другой момент. Наступает момент, когда Израиль имел победы, когда будет книга Иисуса Навина, в которой остановилось солнце, в которой Иисус Навин имел серьезные победы, когда уже Израиль пришел в силу, когда это уже сильное государство, когда уже будет Рааф-блудница, которая скажет им, что если вы чтите того Бога, который вывел вас из земли египетской, то я не хочу, мы слышали, мы знаем, мы все его боимся. И наступит момент, когда то, что им заповедал Бог, изгнать все эти народы, они теперь могут это выполнить, у них есть сила. Но евреи оказываются умнее Бога. Они делают следующее. Они их не выгоняют. Они сделали их данниками. Если более понятно, они на них наложили всякие таксы, всякие налоги. И давайте чисто с человеческой стороны на это посмотрим. Это же намного умнее. Ну, представляете, у вас есть сосед, который вам не нравится. Кто-то сказал, вначале купи соседа, потом купи дом. Ну, вот, похоже, кто-то начал с дома и купил соседа, который не нравится. И у вас есть выбор, этого соседа прогнать, чтобы он с вами не жил, или сделать по-другому, чтобы сосед платил вам, скажем, тысячу долларов в месяц. И будет вести себя хорошо, вам не будет мешать. Вы скажете, да, конечно, это умнее, пусть живет, тихонько деньги приносит. Вот это нормально, даже если покричит, иногда там ничего страшного, я потерплю. Это ж намного умнее. Вот нечто подобное сработало и у евреев. Была Божья заповедь изгнать народы, а они обложили эти народы данью. Они теперь сильные, они теперь властные, их теперь боятся, они наложили налоги. Дело в том, что когда Бог дает свои заповеди, Он не дает их просто так, как тиран, как деспот. Все Божьи заповеди, это мы уже с годами нашего духовного возраста, понимаем, они правильные. Ну, я думаю, что каждый здесь сидящий, хоть раз в жизни, когда был поменьше, имел какой-то конфликт непонимания с родителями. Ну, папа говорил, надо вот так, оказалось, а папа не понимает ничего. Я по-своему сделаю. Но каждый, кто здесь сидит, когда вырастал, становился старше, понимал, как папа, мама в свое время правильно говорили, какой правильный запрет в моей жизни они поставили. Например, в моей жизни было так, мне было 12 лет, и один парнишка нас там подбил в соседский огород, полезь там, что-то там, вишни пообдирать. Ну, у соседа много вишни, ему столько же не надо, вот мы и возьмем. Вот. Ну, когда папа об этом узнал, папа мне запретил с этим мальчиком общаться. Ну, конечно, я очень расстроился. Вот. Но когда прошло время, когда я увидел судьбу этого уже мужчины, этого взрослого парня, как сложилась нехорошо его жизнь, и потом я говорил, какой папа молодец, что в свое время поставил запрет мне не общаться с этим человеком, а иначе я бы, наверное, был там, где он. Дело в том, когда мы вырастаем, когда мы духовно становимся выше, мы понимаем, что Божья заповедь, она была правильна. Вот насчет вот этой истории. Бог когда-то сказал евреям всех выгнать. И мы уже в книге, в книге судей во второй главе мы читаем, что Бог объясняет им, почему это надо было сделать. Третий стих, второй главы книга судей. Бог говорит, «И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и Боги их будут для вас сетью». Бог объяснил евреям, почему в свое время Он сказал, что эти народы надо прогнать. Это была заповедь. Это был приказ, это надо было выполнить. Потому что эти народы идолопоклонники. У них есть идолы. Они служат этим идолам очень серьезно. И Бог сказал им, что в свое время эти боги, эти идолы станут сетью для вас. Если вы не выгоните их сейчас в свое время, попозже, не прямо сразу, вы переймете их обычаи. Вы перетащите к себе в дома их идолов. И вот когда мы читаем уже до Нового Завета, до Евангелия от Матфея, основная проблема, с которой сталкивается еврейский народ снова и снова, это будет идолопоклонство. У нас появятся такие идолы, с которыми Бог будет бороться, как Амос, Молох, Астарта, Мерзость Амонитская, многие другие. Более того, даже тот Нехуштан, Медный Змей, которого когда-то дал Бог, чтобы народ исцелялся, тоже в свое время станет идолом, что ему начнут ходить. И уже в книге царств мы найдем царя, по-моему, это Аса будет, или кто-то, по-моему, Аса, который уничтожит этого Нехуштана. Когда Бог дал свою заповедь изгнать эти народы, Он спасал свой народ. Он спасал свой народ от идолопоклонства, Он защищал его. Он говорил правильные вещи, что вы должны жить сами, вам не надо этих идолов, вам не надо этих язычников. Народ не послушался. Евреи будут перенимать языческих богов очень и очень много. А как в нашей с тобой жизни? Возможно, в нашей с тобой жизни есть Божьи заповеди, которые мы постепенно отменили сами себе. Мы сами себя постепенно убедили насчет того, что пить алкоголь верующему можно, ну, ради желудка, потом ради горла, а потом уже оно требуется, оно же как-то, я уже и не знаю. Возможно, другие вещи, которые постепенно мы в своей жизни узаконили, отменяя Божью заповедь, человеческим преданием. Христос осудил это в фарисеях, верующих людях того времени и сказал, это неправильно. Давайте еще один пример, как человек, думая, что он умнее Бога, нарушает Божью заповедь и что это ему стоит. Прочтем Первое Царство, пятнадцатая глава. Мы сейчас говорим о том, что нарушая Божью заповедь какими-то своими правильными мыслями человек поступает грешно, неправильно. Итак, Первое Царство, пятнадцатая глава, седьмой стих. История о Сауле и Самуиле. Саул – это первый еврейский царь. Самуил – это пророк, который его помазал. Самуил говорил царю Саулу, что делать, как поступать. Это были слова от Бога. Он передавал ему Божью волю. Саул вначале поступал правильно, но потом, как и многие люди, как и мы, наверное, с вами, Саул начал думать. Иногда Бог не требует от нас, чтобы мы думали, а просит от нас, чтобы мы просто выполнили. Итак, был царь Агак, это Амалик, народ, царь такой. И вот было Саулу сказано, весь этот народ, и царя, и животных, всех, кто там есть, и всех надо поубивать. Вы знаете, тут хочется остановиться. Иногда мне трудно понять, вот, ну, как это так? Вот читаешь Ветхий Завет, кровь льется рекой, там убивают народы, там их искореняют. И вот трудно, как понять, как это вот все это, ну, вот в Новый Завет сплошная любовь. В том-то и дело, что нам нужно смотреть не с Нового Завета на Ветхий, а нам нужно понимать, что был вначале Ветхий Завет, и потом, после всей этой крови, после всей этих казней Божьей, вот это, когда целые народы уничтожались, пришел Христос, который от всего этого избавил, который дал совершенно другой уровень жизни, уровень любви. Христос, который показал, что важно не просто внешне соблюдать заповедь, а важно, чтобы она внутри тебя жила. Христос, о котором мы сегодня говорим. Поэтому, пускай нас не смущает, когда иногда говорят люди, вот, в вашей Библии в Ветхом Завете, я говорю, да, действительно, это было в Ветхом Завете, я это не отрицаю, но я говорю, что пришел Христос, наш Спаситель, который принес мир в мое сердце, который принес мир, что у меня нет врагов и мне не нужно мстить око за око, глаз за глаз и делать многие другие злые вещи. Слава Иисусу за это, братья и сестры. И вот прочтем эту историю. Итак, 1 Царств 15, И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом, и Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших, и завец, и валов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. Им было данное Слово от Бога. Заповедь. Уничтожить все. Вы знаете, я не вдаюсь, почему и как. Я понимаю, что когда приходят суды Божьи в жизнь, твою, мою, это страшно. Поэтому, как говорил Тимофей вначале, пускай мы сами будем свой храм очищать, а не ждать, когда Христос с бичом, с кнутом начнет нас воспитывать и очищать. Итак, Саул оставил живого царя, оставил много скота, все это он сделал, как ему казалось очень правильно. 21 стих этой же главы. Он отвечает Самуилу, народ же из добычи и из овец и валов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Голгале. Как-то странно звучит. Взял лучшее из заклятого для жертвоприношения. Понимаешь, когда мы с тобой думаем, что мы можем какими-то нечестными вещами заниматься, когда мы можем как-то неправильно жить, а после этого вот мы как-то от Бога откупаться будем, это не работает так. Я не думаю, что ни в одной церкви, если бы пришел человек к пастырю любой церкви, дал бы большие деньги и сказал, вот я хочу вам пожертвовать, а его спросили, а где ты их взял? А вы знаете, я наркотиками торгую, вот там, и многие другие беззакония делаю, но я хочу какую-то часть пожертвовать церковь. Я не думаю, что какой-то служитель, какой-то пастырь захотел бы таких денег. Я не думаю, что кто-то бы из нас захотел иметь дома какую-то машину, сказали, а на этой машине, что да, я там сбивал людей, там, как-то не хочется мне этого. Понимаешь, из заклятого для жертвоприношения Богу не надо. Он поступил, как ему казалось, правильно, он не послушался, и дальше Самуил скажет очень важные слова, которыми бы я и хотел заканчивать. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов?» Дело в том, что для Бога не столь важно, как и что мы для Него делаем, сколь важно наше Ему послушание. Наше Ему послушание. Вот я одно время не понимал, почему в Ветхом Завете было расписано насчет животных, вот жертвоприношение, там, овцу, если бедный, голубей, там, вот, так потому, что Богу важно не то животное, которое мы с тобой принесли, а наше сердце, которое мы вложили в эту жертву, наше желание исполнить Божью заповедь в жертвоприношении за грех Господу. И поэтому Бог, понимая, что люди разные, материальное положение у всех разное, Бог шел навстречу людям и говорил, что если бедный, принесите голубей, как и сделали родители Иисуса Христа. Понимаешь, Богу важно, чтобы мы с тобой научились исполнять Его заповеди, не пытались как-то оправдать свое невыполнение, не пытались как-то их отменить в своей жизни, не пытались как-то оказаться умнее, найти более умный путь, ведь это же логичнее, умнее. Да, но если Бог сказал так, спорить не надо. И 23 стих этой же главы 1 Царств, Самуил продолжает свою речь, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, противление, то же, что и дало поклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. В жизни человека по имени Саул попытка исправить Божьи заповеди, попытка отменить какие-то Божьи заповеди, как-то сделать по-своему, сделать правильнее, стоило того, что Бог отвернулся от него и лишил его царства. Да, до конца своих дней Саул останется царем. Да, у него визуально в жизни ничего не поменяется, но Бога уже с ним не будет. Этот человек, который когда-то вошел в стан пророчествов, пророков, извините, и пророчествовал, этот человек, который когда-то был царем, закончит свою жизнь очень страшно, пойдет к гадалке, которую когда-то сам выгнал из города, а закончит самоубийством, падая на меч, потерпев поражение на одной из битв. А почему? А потому что в свое время он отверг, как мы читаем, Слово Господа, он отверг Божью заповедь, он пытался исполнять ее по-своему, как ему казалось правильным, и пришел суд Божий в его жизни. Возможно, мы с тобой, эти Саулы, возможно, мы с тобой те люди, которые постепенно по-своему выполняем Божью заповедь, те, которые как-то что-то уже вообще отменили, это не нужно, это старое, это пережитки прошлого, сейчас все по-другому. Есть вещи, которые не поменяются, это Божья святость, это Божий суд, это Божья справедливость, эти вещи не меняются, и Слово, которое говорит Господь, оно остается твердым. Верим мы в это или не верим? Мы сейчас будем молиться и будем благодарить Господа за то, что в Иисусе Христе Он дал нам такую привилегию, такую возможность обратиться к Нему в молитве, и даже если тебя сегодня и меня Дух Святой касался, осуждал как-то, что мы вот так живем неправильно, то нам надо покаяться, нам надо покаяться пред Богом, нам надо склониться пред Ним в молитве и попросить, чтобы Он нас простил, а мы имеем такое право в Иисусе Христе. Аминь. Будем молиться. Спасибо.